Друзья, наш город Санкт-Петербург недавно посетила удивительное гостье. Это та самая великолепная Алиса, которая ежедневно пишет стихи о Димаше. И так получилось, что удалось встретиться прямо в центре Санкт-Петербурга. И, к счастью, мне удалось записать нашу беседу, в которой мы обсудили очень много интересного. Славянский базар, казахский базар, новые песни Димаша на новой волне. И также попытались разобраться, в чем же секрет Рухии, которая победила на Славянском базаре. В общем, друзья, наша беседа с Алисой специально для вас. Приятного просмотра. Какие самые яркие впечатления остались от Славянского базара? Время же прошло чуть-чуть уже. Нет, такое чувство, что не прошло. Впечатления уйма, даже больше, чем ожидалось. Потому что, во-первых, ну, что сказать, мы отрывались вообще-то от попоны, можно сказать. Начиная с приезда отсюда, то есть я познакомилась с женщинами, с девчонками, которые ехали отсюда. Опять же, мы ехали на ночном поезде в Витебск. Подняли на уши, пели песни, подняли на уши весь вагон. То есть мы там обратили в свой вид, так скажем, познакомились с Димашем там всех окружающих, которые с нами ехали. Вот, раздали значки и прочее. Записали в фан-клуб, скажем? Да, записали. Ну, во всяком случае, приняли в кандидаты, в кандидаты фан-клуба Динамаша. Вот, когда приехали, мы очень рано. Опять же, был организован такой небольшой отель или хостел, который оказался в самом центре Витебска, что-то было очень тоже удачно. То есть мы находились прямо в гуще вот этого славянского базара, когда там, не знаю, спать там было невозможно, но кто спит вообще в эти дни, да? Там ходили толпы людей. Вообще, немножко это все, вся эта атмосфера, она была, как сказать, такое было чувство, что это попало в другой мир. Потому что я считаю, что мы все-таки прожили очень тяжелый год со всеми ограничениями. Не знаю, как здесь у нас был полный локдаун. То есть это значит не выходить из дома, это значит гулять там только по вечерам с собачкой. Люди собак одалживали друг другу, чтобы выйти из дома. Вот, другой мир. То есть, опять же, какой-то такой отдох полный. Ну и просто потому что приехали отдохнуть, приехали с огромными, вообще с огромными ожиданиями, с большой радостью увидеть Димаша, наконец, после такого большого перерыва. Так, а я видел один фрагмент с концертом в Витебске, где вот стоит Димаш прямо на сцене, и ты прямо рядом с ним. Да, это был неожиданный момент. То есть я говорю, что ожидания, в общем, превзошли. Вернее, реальность превзошла ожидания. То есть с этим я вообще никак на это не рассчитывала, никак. Просто как раз был день открытия. Димаша выпустили в конце, в общем, как headline, то есть это было ясно. Мы сидели, ждали до конца. У него была первая песня «Любовь, похожая на сон», новая интерпретация совсем. Мне очень понравилось. Значит, с двух сторон этой сцены справа слева были ступеньки. Вот, и там, значит, в конце первой песни, или к концу первой песни уже накопилось достаточно много наших, значит, дьерс, которые стояли с этим букетом. Организаторы, недолго думая, может быть, вообще не думая, просто всех попросили на сцену. Сначала с одной стороны, потом, значит, второй пачка еще и следующую решать. И когда сказали идти на сцену, ну а что делать, надо же цветы как-то отдать, да? Вот, я пошла наверх. Я свой букет уже видела, условия просто физически не может его взять. Я вот развернулась, отдала помощникам, которые там прибежали достаточно быстро. Вот, но я стала стоять без цветов. Вот. Если ты видела эти кадры, это было немножко забавно, потому что как бы одной, опять же, уходить с этой сцены было как-то неудобно. А вся остальная группа стояла с цветами, потому что они еще не успели их отдать. Я видела, как выглядит сцена вот с его перспективой. То есть он стоял, вот, и я смотрела в том же направлении, в каком смотрит он, когда он разговаривает с публикой. Это был еще интересный момент. Вот, и я все оставшееся время, вот, нахождения на сцене, снимала его сзади. Да, и как в это время, значит, мы оставались на сцене, он говорил речь. Он поздравил свою маму с днем рождения. Вот здесь это какие-то удивительные совпадения, да, именно в этот день у мамы был день рождения, 15 числа, вот. И сделал очень красивый, в общем, жест. Просто использовал нашу, значит, небольшую группу с цветами, чтобы спуститься со сцены и преподнести цветы в подарок маме. Вот, картинка была такая очень яркая. Все сидели с цветами. Все цветы отдать, конечно, не удалось. Вот, и Димаш после уже выступления вышел, когда уже закончилось все, вышел из этого архитеатра через служебный вход, и там его уже ждали, соответственно. Опять же, вся та же самая толпа, и была возможность получить у него и автографы, там кто-то смог сделать фотографии. Селфи, там отдали, конечно, цветы. Вообще, надо сказать, что, не знаю, скучал ли он по нам, этого я не знаю, но мы по нему жутко соскучились. И, конечно, люди использовали любую возможность, любой шанс просто, ну, хотя бы рядом постоять с ним, хотя бы посмотреть, хотя бы сказать там какое-то слово, да, благодарности, там, или выразить свою любовь. И он уделил время своим поклонникам, то есть, опять же, огромное спасибо, я могу представить, что это был все-таки целый день, допустим, концертный, допустим, или большая нагрузка, уставший, тем не менее, он выходил к поклонникам и еще там принимал все эти дары, которые ему привезли. То есть, я могу от своих лично, вот, моих, так сказать, мои воспоминания, да, я, я же, я говорю, ну, то, что я испытала, какие у меня были такие вот хайлайтс, да, вот этого всего. Значит, во-первых, конечно, то, что я там оказалась на одной сцене с Димашем, это, это, наверное, редкий шанс. Можно сказать дуэт. Ну, можно сказать почти дуэт, да. Вот, постоять на сцене с Димашем, это хорошая строка, я думаю, в любой биографии, но, в общем, не то, чтобы я там хотела, какой-то вокалистом встать, но можно похвастаться, вот, неожиданно. Потом второй хайлайт был, значит, пресс-конференция перед этим, первый же день у него была пресс-конференция, наверняка все смотрели. После, когда он увидел, опять же, что очень много людей ждут его снаружи, после этой пресс-конференции, надо сказать, было очень душно. Витязь был вообще весь жутко жаркий, здесь тоже, да, то есть дуэт страшно, было жарище. Он приехал такой элегантный в костюме, в общем, мне было его жалко, потому что было действительно жарко, вот. После этого он вышел, и еще его завели в комнату, и он смог пообщаться с небольшим количеством фанатов. Я каким-то образом тоже оказала, там, по-моему, 10 человек можно было, я была 11 лет, что-то такое, в общем, проскочила в эту комнату. Но я, честно говоря, не была там охотницей за автографами, мне было просто интересно посмотреть. Все как в тумане, да? Но как-то все было очень неожиданно и спонтанно, то есть просто вот ты идешь, как-то вот все это, не знаю, происходило незапланированно, скажем так. То есть вдруг в плату кто-то пошел, вдруг Димаш, вдруг он дает автограф, вдруг, а у тебя там, может, и нет этой фотографии, которую он может подписать. Ну, вот в таком стиле. Но вот эта пресс-конференция была тоже хайлайт для меня, потому что я в первый раз его видела, как сказать, живьем, да? То есть, конечно, в Петербурге я бы тоже видела, но я его видела со сцены. То есть внизу, сцена наверху, это немножко другой ракурс, да? А тут прямо ракурс был, человек стал рядом со мной, я вообще не очень высокая, я немножко поразилась, так скажем, что мне пришлось задирать голову. Это было неожиданно, ну, действительно, очень высокий, вот. И ты на него там смотришь как-то снизу вверх, и это неожиданный, неожиданный такой вот был неожиданный ракурс, немножко меня удивил. Вот, потом, значит, это был один хайлайт. Потом на второй день у них был, по-моему, выходной был скорее, вот для Настя был выходной, а для них там была, значит, жеребьевка членов этого конкурса. Они уезжали в какую-то там усадьбу под Витебском, то есть для нас это дошло только в виде уже телевизионных репортажей или фотографий. Была встреча, опять же, нас, в ресторане мы встретились. Девочки из Казахстана порадовали прямо, они всем привезли подарки, то есть раздали всем там шоколад Казахстану. Первый раз я держала его в руках, эту упаковку, вот, там раздали там самодельные пряники, очень красиво сделали там сердечками. Большое спасибо. Вот, говорю сразу в экрана огромное спасибо, неожиданно, то есть они действительно подготовились, очень классно. Вот, посидели мы очень хорошо, пообщались, было приятный, приятный вечер. 17-го числа был день, когда Димашу пришлось поработать, еще он был членом жюри. Вот, жюри сидела в такой стеклянной кабинке, которая находилась по центру этого амфитеатра на возвышении, то есть, и, конечно, доступ туда был закрыт. Очень интересно было, ну, блядь, за Димашем, как он судил, то есть это вот действительно интересные, незабываемые кадры. Видели, как он переживает, как за рухью он переживал, и как он, как ему что-то, когда не нравилось, это было сразу видно, как иногда он тут певал каким-то песням, которые он знает, может быть, даже с текстом. Вот, это было, конечно, очень интересно наблюдать. В конце, в самом конце, когда уже закончился этот конкурс, он подошел к нам, к этой перегородке стеклянной, мы смогли там через эту перегородку ему передать цветы. И сказать им еще раз спасибо. Остальные вот конкурсанты, ну, понятно, что Рухия чемпион, а остальные конкурсанты действительно, они чуть-чуть не дотягивали? Или там примерно уровень одинаковый? Ну, по ощущениям, вот как это звучало в зале, потому что на трансляции был явный перевес. Вот, две были артистки. Да, была еще из Сердка, да, она хорошо пела. Мне еще, в принципе, мне еще понравился парень из Кыргызстана, да, он был. У него был голос не такой сильный, но у него был красивый тембр, и он так тоже, я просто сказала, что он поет немножко под Димаша, то есть вот так вот. Абайк, да? Да, да, но мне понравилось его выступление, например. Он был скромный, да, то есть может быть у него не был такой дико сильный голос, и я, конечно, в вокале, конечно, стал лучше в два раза после того, как он с Димаша, но не настолько хорошо, чтобы оценить уж там все его успехи на вокале. Но мне понравился он, например, Руги, я просто у нее, ну, у нее действительно диапазон, технику прекрасный, да. Остальные говорю, что вот так вот ярко, чтобы вот прямо вот так вот запомнилось, нет, не было. То есть вот Беларусь, я не помню, как он зовут, он хорошо тоже пел по паре, но чуть-чуть не получилось. Вы, наверное, волновались, ребятки? Ну, конечно, это, это, я вообще не представляю себе, как это, я просто, я просто вышла на сцену, ничего не делала, отдать букет, я там чуть не упала вообще от ужаса, от нервов, да, а им надо выходить и петь, да, то есть это как вообще-то, я не представляю себе, я не представляю. Значит, может быть, ближе к закрытию, периодически мы видели в городе, видели маму, родители Димаша, они гуляли по городу, в один прекрасный момент нам удалось с ними поздороваться и сфотографироваться, и, может быть, я, наверное, не открою там какие-нибудь там дикие тайны, да, я просто скажу, что я очень счастлива, что Канат, ага, он мне. Включил просто конкретно свой телефон и дал послушать новую песню Димаша, вот, которую она, видимо, я так думаю, исполнит на новой волне, вот, я ее не могу напить. Она сейчас будет, спойлер, да? Да, да, нет, я не могу ее напеть никак, поэтому я знаю только, что она, раз он мне ее дал послушать, значит, наверное, ничего такого тайного в этом уже нету, я так думаю, тем более спеть я ее все равно не могу, говорю сразу, мне она очень понравилась, и она на английском языке. Опять же, последний день это был и день конкурса, поэтому, но мы уже не сидели рядом с жюри, поэтому не видели его все, вот, и сказать, как он все делает, только потом девочки выложили какие-то, немножко, немножко только поснимали бы, как он реагировал на выступление Рухи, как он переживал, как он обрадовался, когда она все прекрасно спела, вот, то есть вот эти эмоции, они тоже очень ценные, правда? И, и потом было, значит, уже его заключительное, он был, не был последним, кстати, именно в день. Что у нас удивило сильно. Да, кстати, меня тоже очень сильно удивило, но я думаю, что организаторы просто сделали какие-то там свои оргвыводы, вот, прекрасно спел и ушел, не взяв ни одного букета, то есть, что, конечно, повергло людей там в совершенно жуткие стрессы, транс, вот, но, опять же, мы верим Димаше, раз он сказал, что он их заберет, значит, он их заберет, и после покончания, опять же, все встали на выходе, на служебном уже, это была дорожка освоена к служебному выходу, и, и там стали ждали его, пока он не выйдет, он вышел, и он уделил очень много времени людям, то есть он со всеми, он подписал все автографы, какие только мы просили его писать, он взял канат, взял все цветы, то есть они все загрузили машиной. Огромное общение, в общем, большая-большая была радость от того, что мы все как-то и познакомились, и у нас были общие интересы, и довольно дружно мы там проводили время. Вот, привет передать я хочу, конечно, всем, кто меня знает, всем, всем, кого я знаю, всех наших девочек, которым мы были вместе на Славянском базаре, особо-особо-особо огромный привет Юле, который это будет, надеюсь, смотреть, вот, который, кстати, я никогда живем не видела, Юля, нам с тобой еще предстоит встретиться, да, вот таким образом, уже больше года мы пишем вместе стихи, общаемся, а друг друга еще не встречаем ни разу. Да, Юлия Селиванова, dear, ты, может быть, сделаешь подпись, да, в принципе, просто читайте, вся хроника Славянского базара в стихотворном виде там выложена и продолжает выкладываться, потому что очень много всяких впечатлений было, которые требуют своего поэтического оформления. Но самому Димаше, конечно, могу передать привет, надеюсь, что ты, может быть, прочитаешь там пару наших стихов, но опять же, пожалуйста, со скидкой на невменяемость, dear. Организатором, в принципе, все было очень здорово, не было никаких таких проблем. Единственное, говорю, что, конечно, когда приезжает такой артист, как Димаш, то надо как-то, может быть, лучше продумывать коммуникацию с фанатами. И цветочная логистика. Цветочная логистика была, да, возможно, что надо просто ставить эти ларьки или там этих продавцов, флористов, значит, с цветами, просто у входа, соответственно, в концертный зал или в этот амфитеатр, чтобы нам не приходилось бегать по цветочным магазинам и искать цветы. Вот это мы видим, что сейчас очень много артистов из Казахстана, они, может быть, всегда были, да, может быть, не они, там, их предшественники и так далее, то есть талантливые, талантливые, с голосами, то есть действительно потрясающие голоса у людей, вот, и, ну, они не были у нас вот на виду, на слуху, да, и сейчас, конечно, Димаш, как ледокол прорубил этот путь, путь своим соотечественникам, да, и мы теперь мы как-то более тонко прислушиваемся к тем, значит, голосам, которые приходят из Казахстана, и видно, что, ну, по последним конкурсам, которые мы имели счастье наблюдать, мы видим, что казахстанские артисты из Казахстана, у них действительно мощный потенциал, и провести такой конкурс именно в Казахстане, я думаю, что это очень интересная идея, очень интересная идея и многообещающая, наверняка там откроется не один еще талант сравнимый с, ну, может быть, не совсем как Димаш, но, ну, может быть, где-то близко подходящий к этому, я так думаю, то есть идея эта ваша родилась, по-моему, Эховцев, да, то есть супер идея, мне очень нравится, ну, осталось дело за малым уговорить графа Потоцкого. Осталось теперь нам встретиться на Казахском базаре в Алмате в 2021 году, наверное, не успею, в 2022 году, да. На самом деле, весь этот праздник получился очень душевным, и, наверное, никогда вот так вот, так много возможностей пообщаться с ним, мне кажется, не было до сих пор. Ну, будем надеяться, что команда Димаша, может быть, предусмотрит это, я лично за то, чтобы все-таки таких встречи фанатов, они организовывались каждый раз и проходили действительно организованно, запланированно. Мои такие пожелания именно команде Димаша, ну, это же как они сами. Сегодня такой приятный день интересных предложений, поэтому я надеюсь, что если кто-то вот посмотрит или передаст в организацию Славянского базара, в Министерство культуры Казахстана... Да, еще раз огромное спасибо еще раз за возможность встретиться. Мы с тобой очень спонтанно достаточно сорганизовались. Продолжайте в том же духе дальше, ребята. То есть очень важно, мне кажется, вот этот информационный, иметь такой новостной канал, как ваши, даже два. Надеюсь увидеть вас в следующий раз, когда буду здесь. Спасибо, что пришли, спасибо, что пришла, и, конечно, такие встречи, они усилят очков. Спасибо. Пока.